Ну, тем временем в Донбассе началась подготовка к отводу боевой техники от линии соприкосновения о том, что ополченцы начнут убирать с позиции свои танки уже завтра в 10 утра по московскому времени, заявили представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Именно в ЛНР, согласно подписанному на днях договору, отвод мелкокалиберных орудий должен состояться в первую очередь. В этом же документе, утвержденном всеми сторонами, сказано, что прежде наблюдатели ОБСЕ должны подтвердить факт соблюдения перемирия в регионе. Заместитель руководителя мониторинговой миссии Александр Хук признал сегодня, что обстановка в Донбассе в течение всего последнего месяца была относительно спокойной. Этот план может внести существенный вклад в укрепление режима прекращения огня. Юго-восток Украины оставался относительно спокойным в течение целого месяца. К настоящему моменту было лишь несколько нарушений режима прекращения огня. В основном использовалось стрелковое оружие.